Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами Комарачий. Никто не думал, что я продолжу снимать реальную рыбалку. Наверное даже никто не догадывался, но это так, друзья. Не понял, что залагало. Макуха. Макуха. Странно. Какой-то лак произошел. Ну ладно. Рыбалку продолжаем снимать реальную. Очень захотелось в неё поиграть. Я люблю снимать, когда есть желание. Когда есть желание ловить, когда есть желание снимать, я снимаю. Я считаю, надо именно так снимать. Во всём остальном, ну как-то, знаете, надо делать, я так считаю. Тогда и видео получаются качественные, и людям интереснее смотреть. Да, и тебе это приносит удовольствие. На данный момент для меня удовольствие заснять реальную рыбалку. Поэтому мы с вами ловим буфало, болтаем и просто отдыхаем. Не знаю, будет ли заказ для ресторана. Тут даже ресторан появился. Не знаю, будут ли клевать хорошие буфало. Не будут клевать, посмотрим. И в итоге глянем, сколько можно заработать. Путёвка на день, и в итоге получается день. Сколько можно вот за день заработать денег здесь. Я надеюсь, что получится заработать неплохую прибыль. А потом в итоге можно засесть на турнирах. Очень прям так сильно засесть. Турнир делать на канального сомика. И просто заседать, заседать, заседать на турнирах. Выигрывать, получать какие-то снасти. Потому что сейчас на данный момент у меня снасть олимпиец. И серебро стоит. Серебро нормально для буфало, олимпиец это чересчур. Ну и также по катушкам, по леске. Сами можете видеть, что это прям очень много для таких снастей. И желательно, конечно, ставить что-то попроще. Если у вас их нету, то можно так же, как и я. Но не забывайте, что снасти изнашиваются. Потом придётся чем-то их заменять. Ремонтировать я не вижу смысла. Это трата ремкомплекта, трата денег. Я считаю, это нецелесообразно. Когда уже будут хорошие снасти, хорошие удочки, катушки и всё остальное. Уже ремкомплект в путь пойдёт. Дорогу. А так, только покупать новый или выигрывать на турнирах. Турниры на канального сомика я показывал, как можно выиграть. Как можно ловить с удочкой и со спиннингом. И у вас максимальный вес по этой рыбе начинает зашкаливать. И вы, в принципе, от соперников очень неплохо так отрываетесь вперёд. Если вам трудно искать, то я, в принципе, могу сделать ещё раз видео на эту тему. Может быть, оно будет актуально. А может и нет. Помню, кто-то мне писал, что деньги лучше копить и потратить потом на свой дом. Точнее, не на дом, а на пруд, извиняюсь. На свой пруд. Пруд этот зарыбить. И там ловить рыбу. Сиамский карп. Я так понимаю, трофей. Интересно, сколько он стоит. Ну, на 45 килограмм, в принципе, без особых таких трудностей. Трудностей вытащили на первую снасть. А, ну, первая снасть, извините меня, олимпиец. Понятное дело. Что мы вытащили. И почему трудности нам это не предоставило. Гляньте, почему куда-то поплавки уходят. Странно как-то. Такого, по идее, быть не должно. Должно стоять. На месте. Видите, пруд выкапывать, рыбить его и там уже ловить. Запускать какую-то крутую рыбу и таскать ее. И это очень сильно по деньгам увеличивает вам прибыль. Увеличивает по опыту. Сразу там вы буститесь хорошо. И вообще, только один плюс в этом. Поэтому подскажите, пожалуйста, куда тратить деньги. На данный момент полтора миллиона. И стоит ли их вообще тратить. Или действительно пруд, пруд, пруд. Накопить на пруд. И потом уже выкапывать пруд. И вместе с этим прудом дальше начинать как-то развиваться. Что-то стараться. Также были обновления. Видел, что разработчики выпустили обновление на данную игру. Очень сильно порадовало меня это. Там немножечко подкорректировали они турниры. И еще что-то. Не помню, что еще. Но там главное, что обновление выходит. Это значит, что разработчики на игру не забили. Игру развивают. Это очень круто. Дорогие друзья. То ли мне очень сильно везет. То ли даже не знаю. Зарегистрировался на турнир на Буффало. В итоге получается поймать даже хороших трофейных Буффало. Вот 29 место в топе занял. Потом сиамским Карпом там занял неплохое место. И кстати, смотрите сиамского Карпа. Насколько я выловил, чтобы вы понимали. Гляньте. Во-первых, черный Буффало. И сиамский Карп. И этого Карпа я выловил... Выловил... А, рыба ушла. Ну, понятное дело. Выловил на вот эту вот удочку. На вторую. Которая у меня 100 килограмм выдержит. 118. Видите? Поэтому катушка профи. То есть, Сатурн. Этот... Леска. Видите, да? Что в принципе все реально, все возможно. Поэтому даже на такую снасть вроде бы кажется не столь... Крутую. Но можно поймать такого вот Карпика. И в принципе не скажу, что прям напряг очень сильный был. Ну, быстро конечно бегал ползунок. Но в пределах разумного. Сейчас буду играть в турнир. Но перед этим давайте посмотрим, сколько же получилось у нас по рыбе. Я думаю, с Карп нам очень сильно поможет по деньгам. 45 тысяч. Это где-то минут за... Ну, где-то 30. Где-то так. Неплохо бустанули нас эти денюжки. Замечательно. Давайте посмотрим, сколько у меня осталось здесь ловли. 10 часов, ребят, ловли осталось. Я доволен. Очень сильно доволен. На турнир, естественно, зарегистрируюсь. Сейчас пойду. И тут добавили донки. Я забыл вам сказать, что добавили донки. Только я не знаю, как ими пользоваться. А вот фидер, смотрите. Фидеры добавили. Давайте купим, так как мы крутые парни. Давайте купим... Ну, сколько? Ну, 6... 5. 5 фидеров купим. И посмотрим, как же все-таки будет клевать на фидер. Вообще, как он устроен, этот фидер. И все же то же самое. Озеро в деревне. Давайте-ка снарядим. Я так понимаю, снаряжать нужно здесь, да? Фидер, да. Давайте в первый слот. Просто для проверки, так сказать. Что, как оно будет. Ага, просто точечка. Тянуть мы не можем, но мы ловим сразу же автоматически со дна. Глубину настраивать тоже не можем. Давайте закинем и посмотрим, сколько у нас получится. Точнее, что быстрее будет клевать. Пудонка быстрее клевать или поплавок на буфало перед турниром. И уже потом, естественно, зайдем в турнир. Турнир... А, мы так не сможем посмотреть. Наверное, вот так, да? Вот. Не так. Так, любое количество вида рыбы буфало с максимальной суммарной массой. А, три игрока. Угу. Не хватает одного. А так, в принципе, смотрите, неплохие призы. Катушка только. Можно было бы и получше. Так. Уже я упустил. На поплавочечку уже один раз клюнуло. Я провафлил. Будем сама ловить. Сама я тут ни разу не ловил. Даже не знаю. Но могу сказать точно, ребят. Если у вас есть неплохие снасти, есть смысл ехать сюда. Вот если хотя бы 100 килограмм есть снасть. Потому что если сямка клюнет, то, сами понимаете, вы будете бедны. Если у вас бутудочка 70 килограмм. Он вам ее просто сломает или оборвет. Ставьте леску тоньше тогда, чтобы просто леску хотя бы обрывал. То езжайте спокойно. Не бойтесь, что там написано 8 тысяч за сутки. Вы эти деньги отобьете вообще сполна. Я вот за 14 часов набил 45 тысяч. Ну, понятное дело, там сямик очень хорошо понтянул. Но в любом случае буфалы деньги вам компенсируют с лихвой. Ехать не бойтесь. Макуху закупать не бойтесь. Мой совет. Закупайте сразу сотку макухи. Чтобы потом не бегать туда-сюда. Просто сесть тупо и ловить. Глубина 470-430 где-то в этом диапазоне. Ловите. И все прекрасно. На донку, как видите, пока вообще у меня ничего не клюет. Не знаю, может я что-то сделал не так. Но вот на поплавочек у меня клюет. На донку вообще ничего нет. Турнир, я так понимаю, у нас в турнире никого нету. Ну, как никого? Не хватает у нас. А, вот, 4 на 4. Принять. Ну, это мы уже будем играть. Ну, я поиграю вне видео. И потом уже посмотрим. Выиграю я, не выиграю. Там уже поглядим. А вам всем спасибо за внимание. Кто посмотрел, естественно, ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте. Советуйте. С вами был Акомарач. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok